Ирина Альбертовна, по традиции первый вопрос вам. Расскажите нам, какое количество абитуриентов в Нижегородской области зачислено по итогам приемной кампании? Изменилась ли эта цифра по сравнению с 2016 годом? И, возможно, у вас уже есть информация о том, какие направления в этом году лидировали. Пожалуйста. Я бы, наверное, в первую очередь чуть-чуть попыталась скорректировать тему нашего сегодняшнего собрания, нашей встречи. Потому что сегодня мы будем говорить не об итогах приемной кампании ВУЗа, а об итогах приема на программы высшего образования, бакалавриата и специалитета, бюджетной формы обучения. Остальная приемная кампания на остальные программы в ВУЗах продолжается. Мы все работали, приемные комиссии, абитуриенты, родители, работали в рамках порядка приема, который был утвержден несколько лет назад приказом Миноборнауки. Изменений практически никаких у них не было, незначительные, которые концептуально, принципиально никак не повлияли на порядок приема. И это, слава богу, и это хорошо, потому что процесс приема, слава богу, у нас уже отлажен. И дает возможность абитуриентов в условиях стабильной нормативной законодательной базы спокойно поступать в ВУЗы без какой-то нервотрепки, которая некоторое время назад у нас была очень остро в вопросе приема. По нашему анализу, количество бюджетных мест или контрольной цифры приема, которые были выделены в этом году нашим ВУЗам, несколько уменьшилось. Если мы говорили, что в прошлом году количество контрольных цифр по всем ВУЗам было порядка 6500, опять же, только на программу бакалавриарной специалитета, то в этом году, по нашим подсчетам, 6300. 10-15 лет бюджетный прием ВУЗы остается достаточно стабильным с некоторым трендом на уменьшение в свете демографии. Вот я бы так вот сказала. Данная приемная кампания на очную форму бюджетную завершена успешно. Все ВУЗы на 100% выполнили свои контрольные цифры приема, закрылись в две волны, как того требует у нас наш порядок приема. Нас в этом году порадовала ситуация, несмотря на то, что меньше было выпускников в школах, стабильно контингент ребят пришел тот, который хотел целенаправленно пойти работать с сельскохозяйством. Во-первых, 75% сельских детей пришло, мы аграрный ВУЗ, и для нас это очень достойно. Балл в этом году у нас намного выше по ЕГЭ. У нас наш учредитель повысил пороговый показатель по математике 28. Это один из немногих ВУЗов, который тоже в этом году принимал в Нижнем Новгороде. И в основном, конечно, востребованные специальности оказались, как и прежде, ветеринария, ветеринарная экспертиза, агроинженерное направление, технический сервис, электротехника, зоинженерное направление. То есть это чисто переработка сельскохозяйственной продукции, чисто аграрное направление. В высшей школе экономики была возможность поступать в бакалавриат на бюджетные места, это 345 мест, в магистратуру это 210 мест. Мы предварительно подсчитали средний балл, он составляет 82,9 балла, если сравнивать с 2016 годом, очень неплохим для Нижегородской вышки. Там был 82,3, то есть средний балл еще повысился. Зеленая волна – это прогноз бюджетной комиссии, который делается для абитуриентов в зоне высокого, как мы полагаем, на тот момент проходного или около проходного балла. И те ребята, которые попадают в зеленую волну, получают гарантии от высшей школы экономики, что все они будут у нас учиться, даже если потом по результатам вот этого сложного процесса, когда молодые люди, их родители, учителя, я полагаю, решают, куда нести подлинник аттестата, даже если вдруг против результатов переговоров телефонных у нас окажется больше таких подлинников, чем бюджетных мест, мы зачисляем всех, кому обещали, и кто находился, соответственно, в зеленой волне, мы зачисляем всех в вышку, и часть становится нашими квази-бюджетниками, то есть не федеральные субсидии на них идут, а уже средства собственной вышки. Ну и, если хотите, самые востребованные специальности, да, ну вот этот поворот в сторону цифровой экономики и вообще цифрового мира, то, что называется digital, включая digital humanities, то есть цифровую гуманитарную сферу, все это мы почувствовали в полной мере, самыми популярными оказались образовательные программы, программной инженерии, ожидаемо, бизнес-информатика. Мне очень приятно, что вырос интерес абитуриентов к нашей программе фундаментальная математика, ну и, так сказать, контрадикция в объекте, у нас есть филология, и это не контрадикция, не противоречие, компьютерная лингвистика, вот эта самая компьютерная лингвистика, по-научному фундаментальная и прикладная лингвистика, пожалуй, была самым востребованным направлением, судя по конкурсу заявлений, и наша филология тоже. Хотелось бы отметить, что со времен появления ЕГЭ, это ну и лучше по качеству приема в Нижегородском университете, средний балл, сейчас подсчитываем, конечно, у нас много бюджетных мест, составил по итогам двух волн зачисления 77 баллов. Соответственно, к нам поступили ребят не только из Нижегородской области, более 60 регионов страны представлено в университете в этом году. Все больше и больше выпускников школ не Нижнего Новгорода области приезжают и поступают на бюджетные места в университет Лобачевского. Здесь мы, в общем-то, вставляем достойную конкуренцию столичным вузам. С точки зрения проходных баллов, они очень увеличились по сравнению с прошлыми годами, причем на таких специальностях, которые являются классическими для университета. Например, на фундаментальную математику проходной балл в этом году увеличился на 41 пункт, а, например, на фундаментальную информатику и информационные технологии на 32 пункта. Соответственно, практически на все направления подготовки и специальности проходной балл в университете вырос, а на некоторые, в общем-то, существенно. Ну и с точки зрения, всегда очень важно для нас, сколько к нам приходит звездочек. В этом году к нам поступило 31 олимпиадник. Это на 50% больше, чем в прошлом году. И еще 30 ребят получили, которые к нам поступили, у них 100 баллов по ЕГЭ. Прием именно на очный бюджетный на вечернее отделение прошел успешно, но сейчас продолжается приемный университет на ряд факультетов, институтов, магистратур, на заочное отделение. В общем-то, до конца августа будем все эти процедуры проводить. В этом году у нас была рекордная цифра целевиков 80%. То есть всего-навсего 20% на свободный конкурс. Но это, с другой стороны, и оправданно. Но и вторая сторона медали. Если в этом году у нас средний балл ЕГЭ увеличился, процентов на 5-10, то проходной балл несколько уменьшился. Почему? Потому что целевики идут отдельному конкурсу. И у целевиков проходной балл ниже, чем у ребят, которые идут по свободному конкурсу. И поэтому эта цифра приблизительно такая же, как в прошлом году, но чуть-чуть пониже. Хотя это совершенно не критично. И с года в год нам прибавляют КЦП по ряду специальностей. Стабилизировалось КЦП на лечебный факультет, на педиатрический факультет. А вот на стоматологию дали побольше, на фармации дали побольше. С этого года мы не принимали заочников. Это отменено для фармацевтов. Теперь фармировка другая, очная, в связи с дальней программой обучения. На протяжении трех лет в педагогическом университете сохраняются тенденции. Цифры, в принципе, очень схожи. Количество подавших заявлений в районе 8 тысяч, что соответствует прошлым двум годам. Лидирующее направление, как и в прошлом году, это педагогическое образование с двумя иностранными языками, педагогическое образование, история и общество знания, история и право, и профессиональное обучение по профилю, правовведение правоохранительной деятельности, и экономика и управление. В этом году проходной балл повысился, так же, как и средний балл. Балл по бюджету у нас составляет сейчас 71, а по педагогическому образованию 76, что на два пункта выше, чем в прошлом году. Наибольший у нас повысился проходной балл практически по тем же направлениям, которые я перечислила. То есть особое внимание у нас абитуриенты идут на направления, связанные с иностранным языком. Очень много у нас абитуриентов, причем стобальники у нас подавали документы на английский плюс китайский. Вероятно, это связано с тем, что у нас третий год реализуется сетевая программа по совместно с Антихольским педагогическим университетам. Кроме того, у нас повысился проходной балл по педагогическому образованию профилю физика и математика. Это, безусловно, связано с тем, что у нас реализуется сетевая программа СЭПФРАН именно по этому направлению. Высокий интерес у студентов. Мы знаем, как физика у нас дается, но, тем не менее, проходной балл повысился. Новых направлений у нас не открывалось. Единственная программа продюсерства, которая реализуется только третий год, но она у нас платная, поэтому итоги приема мы узнаем через месяц. Еще раз повторяю, что по всем направлениям подготовки, бакалавриата их у нас 16, у нас действующее свидетельство аккредитации до 2023 года. И, в общем-то, мы очень довольны этой приемной кампанией. У нас поднялся и средний балл, и проходные баллы поднялись. Вот, например, на экологии природопользования, я вот сейчас смотрю, почти на 40 поднялся. Если говорить о, например, информационных системах, тоже на 39 баллов поднялся. У нас есть, конечно, такая специфика, да, то, что вот на направлении подготовки строительства у нас 252 места, да, то есть вот и вот в первую волну на 198 мест у нас последний зачисленный имел балл 192. Это, конечно, очень хороший показатель при таком количестве мест. Ну и если говорить о наших творческих направлениях, то вот на дизайне у нас средний балл составил 87,2, и на архитектуре 79,5. То есть такие, действительно, как обычно, это востребованное направление подготовки. Вступительные испытания, они тяжелы и для абитуриентов, и для приемной кампании, но мы все с честью выдержали, мы абитуриенты, зачислили очень, конечно, талантливых детей. Продолжается у нас и платный прием до 23 августа. Имеют те, кто поступает по нашим собственным, как раз по результатам единого государственного экзамена, подать нам заявление и поступить на все вот эти вот направления, которые востребованы и на рынке труда, и, как я уже сказала, имеет свидетельство об аккредитации. Если кто-то еще вдруг пожелал куда-то поступить, есть ли такая возможность? Я немножко хочу подытожить высказывание своих коллег в отношении той темы, что приходят ребята с более высокими баллами по ЕГЭ. И мы это услышали сегодня. У меня просто есть статистика. Средний балл ЕГЭ по региону выше по сравнению с прошлым годом по 10 учебным предметам. Это вот анализ ЕГЭ. Из 14 возможных. Это вот как бы наша новая ситуация по математике, обществу о знании, фитике, литературе. Мы так не будем все перечислять. По сравнению с Российской Федерацией, Нижегородская область, текущие результаты наших выпускников выше результатов Российской Федерации по математике, географии и информатике. По остальным предметам Федерация не обнародовала свои средние баллы, поэтому нам сравнивать не с чем. Возможно, мы бы эту же идею сказали бы и по остальным предметам. В этом году количество 100 банников составило 116. 112 было в прошлом 16-м году. Вот отсюда мы и видим картину, что ребята приходят более подготовленные, с более высокими уровнями. Мы, конечно, ситуация в агропромышленном комплексе отличается в атомной энергии, нефтегазовой отрасли. Но, тем не менее, мы всегда показываем детям и родителям при встречах, куда они пойдут, если мы берем с 1200 абитуриентов будущих студентов, то мы 1200 места предлагаем на выбор по всем направлениям и 100% гарантии трудоустройства. Другая тема обсуждения – зарплата, поддержки, другая совершенно. Но право выбора у наших студентов всегда есть. Дабы сфер действий наших ребят после выпуска очень большой. Это не только собственная ПК, это обслуживающая сфера, это вечеринарная безопасность, ну и так далее. Да, дело в том, что медиков не хватает так много, что медакадемия, чтобы восполнить все, это должна работать с тройной нагрузкой. Но тут вопрос дискутабельный, потому что по отчетности вроде бы медиков хватает. А на деле в любую поликлинику придите, там 50% от состава. Мы не будем в этой дискуссии. Что у нас делается? Во-первых, целевое. Если 80% мы взяли на целевое, когда не закончат, все эти ребята уйдут туда, откуда были заявки. Ну, практически 95% попадают по соревновому управлению. Но, понятно, Советского Союза уже нет, и 100% распределение именно для классических университетов ушло в прошлое, поэтому мы, в общем-то, сдаем условия нашим студентам с точки зрения взаимодействия с работодателями, для того, чтобы они по окончании своей учебы знали, где они уже будут работать. Соответственно, разные сферы, это и химия, и биология, и IT. В общем-то, здесь большое количество наших партнеров государственных корпораций, государственных органов власти, банковский сектор. В общем-то, два направления. Прежде всего, наши коллеги из реального сектора экономики участвуют в подготовке наших специалистов, как ведут занятия, участвуют в подготовке, кураторствуют над проектами различными, потому что в сфере экономики у нас только проектно-ориентированный метод. Соответственно, только так можно подготовить к грамотному специалисту в этой сфере. То, что касается, также они участвуют, в общем-то, во всех государственных, ассоциационных, экзаменационных комиссиях. Ну и, соответственно, у нас есть система, как раньше называли, базовых кафедр, мы ее даже расширили, у нас здесь система центров, фактически, там, и Сбербанка, и других предприятий, и КПМГ, и Интел, и Майкрософт, такие ресурсные центры, где выполняют они образовательную, научную, инновационную функцию, в общем-то, в рамках которых студенты вместе с компанией понимают через практику, через различные решения каких-то конкретных, проектных задач, насколько им нужна эта компания, компания понимает, насколько им нужна тотальная корпорация, и, в общем-то, здесь проблем с трудоустройством нет. Ну, а, в общем-то, министерство уже который год собирает и публикует информацию, мало того, что по ВУЗу, а еще и по каждому направлению подготовки в ВУЗе какое-то трудоустройство по специальности. В общем-то, здесь информация открыта, и ее можно, в общем-то, посмотреть, прежде чем ориентироваться на то или иное направление подготовки, прежде чем ребенок пойдет. Ну, и мы сейчас стараемся в ВУЗе вообще реализовать программу непрерывного образования, а не просто вот школа ВУЗ, а школа ВУЗ-работодателей. Мы активно наших работодателей вовлекаем в процесс профориенционной работы, когда ребенок, в общем-то, его родители могут познакомиться не только с ВУЗом, но и с теми партнерами индустриальными, реальным сектором экономики, государственных органов власти, куда непосредственно потом выпускник довольного факультета, довольное направление подготовки может пойти и трудоустроиться. У нас осталась вот эта, скажем так, хорошая часть советской системы, как распределение наших выпускников, я имею в виду, конечно же, будущих учителей. Работает комиссия с представителями и департамента образования, и нашего регионального министерства, на которые студенты уже распределяются. Но чаще всего это уже формальное, просто задокументирование результатов, потому что после третьего курса чаще всего студенты уже точно знают, в какой образовательной организации они будут работать, потому что начиная с первого курса они проходят непрерывную практику в образовательной организации, знакомятся с ней, становятся частью этой команды, и уже ближе к пятому. На пятом курсе у нас практически не остается, когда к нам иногда обращаются директоры школ с просьбой весной, в конце пятого курса, когда выпуск, с просьбой о выделении тех или иных учителей. Мы чаще всего изыскиваем просто кровь, потому что в основном уже все распределены. По данным биржи труда Нижегородской на мае 2017 года там не было зарегистрировано ни одного выпускника Нижегородской высшей школы экономики. Это вот, что касается формального момента. Если позвольте, одна фраза о механизмах, как вот это трудоустройство, мне кажется, можно продвигать. Один из этих механизмов, казалось бы, формальный, но на самом деле и содержательный, это аккредитация. И вот очень важно, я понимаю, что у моих коллег все программы проходят профессиональную аккредитацию, и это очень существенный момент для всей Нижегородской, всего Нижегородского региона. У нас такую профессиональную аккредитацию прошли программы менеджмент совсем недавно. Сейчас дополнительный этап аккредитации международной проходит экономика, и вот что очень важно, мне кажется, для Нижегородского региона. Это то, что мы сейчас выходим на аккредитацию программной инженерии. Это очень-очень существенно. И второй момент. Международная ситуация остается нам понятной и очень сложной, но никто не отменял перспективы ее развития, которых мы сейчас можем, ну, строить только догадки и сценарии увидеть. Я убежден в том, что европейское приложение к диплому, англоязычное, которое дает высшие школы экономики, будет востребовано. Парадоксально, но думаю, что оно востребовано и в рамках, ну, например, той политики импортозамещения, которая идет. Стоит задача, скажем, какой-то софт, программное обеспечение, да, заменить на отечественный продукт, а как вы замените, если вы ничего не понимаете, в том, что сделали ваши коллеги-конкуренты в силиконовой долине. Это надо знать. Спасибо. Спасибо.